Я хочу сказать с гордостью, что первые две позиции занимают представители Николаевской региона. Два терминала, самых современных терминала, были построены, сданы в эксплуатацию в прошлом году. Что самое главное, что у Истока и самым главным проектным менеджером этих двух терминалов был человек, который создал настоящий новый морской Николаевский порт. Это прежде всего признание профессионализма, высокого профессионализма, патриотизма моей молодой, туганевой команды. Мы привели в порт не просто две самые крупные инвестиции в морской области, это две самые большие инвестиции в Украину, в американские и китайские. Мы восстановили Николаеву и его зерновую славу, самого большого порта как из старой Российской империи, так и современной независимой области. Я, честно скажу, я горжусь за свой Николаев, за свой порт, за своих коллег, друзей, за свою команду. Ну и пользуясь случаем, я хочу сказать, что я 10 дней назад получил еще одно, такое, скажем, признание, кавычку. По 11-летней давности обстоятельствам я написал одно письмо с гододайством выделить земельный участок, который находится за пределами порта потенциальному инвестору. 10 дней назад мне предъявлено, ну, как, скажем так, подозрение. А сегодня на этом месте, кстати, стоит колоссальный шляп китайская инвестиция. Сегодня китайцы обратили взор на нашу правильную. Ну, я знаете, мне просто обидно за державу, за то, что вы, мы все предполагаем титанические усилия, значит. Но при этом я хочу всем напомнить о оптимизме. Помните, что сказала Майкереза? Все, что ты строишь всю жизнь, кто-то попытается разрушить за одну ночь. Но ты продолжай строить. Это наша страна, наша отрасль. И несмотря на то, что сегодня идут очень тяжелые процессы, Меня, как и многих из вас, волнует то, что в отрасли идет насильственная профессиональная деградация. На улицу выбрасываются профессиональные бортовики. Десятки, а то и сотни людей появляются в отрасли не отгоду. Люди, которые приходят, по большому счету, мы знаем, с такими, мягко скажем, благовидными целями. Но я оптимист, я благодарен за теплые слова, которые сказал Николай Пантелеймонович, Юрий Порисович. Думаю, что многие меня тоже поймут и услышат. Нужно строить, созидать и делать это каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok